Итак, ребята, Kingdom Rush, Отмщение, мы вернулись, продолжаем. У нас седьмой этап, и я напишу балладу об этой победе, ну, точнее, не я, а мои барды. Опять же, вспомните, вот я говорил, сколько отсылок в этих играх, сколько всяких пасхалок, но это один в один, Властелин колец, как он там называется, Приключения Хоббита, да? Вот это как раз, вот это пещера Гномья, где всё в золоте, ну-ка, давайте потыкаем, что-нибудь тут есть? Да, вот, смотрите, кучка золота дёргается. Хопа, скручь Макдак. Ништяк. Так, ладно, давайте займёмся игрой. У нас два выхода. Два выхода, а это босс. Босс-молокосос, да? Значит, что мы делаем? Нам надо, естественно, перегородить всё это дело. А, кстати, у нас же разблокирована новая башня. Вот такие вот чувачки у нас теперь есть. Будем развивать их параллельно, посмотрим, что к чему. Так, что мы сюда тыкаем? Сюда мы тыкаем, тыкаем, тыкаем. Давайте что-нибудь тыкнем. Вот так вот, да? И рядом лучников. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Новая башня. Тёмные рыцари. Здоровье 100. Защита 2. Атака 2-3. Логово воинов-орков. Защита 0. Атака 1-3. Здоровье 60. Да, ну и по цене они, естественно, отличаются. Давайте, давайте, гномы. Ща я вас накидаю, быренько. Опа, тут уже следующая волна готовится. Не, мы пока не будем стартовать так резко. Чувствую, что отгребем. Ну, теперь, наверное, можно. 22 копеечки. Неплохо, неплохо. Так, кого нам надо поставить? Пам-пам-пам-пам-пам. Нам надо ещё один отряд сюда добавить. Давайте тёмных рыцарей сюда же поставим. Чтобы больше всё-таки вражину задерживать. И следующий у нас пойдёт, наверное... Я думаю, что нам ещё один лучник понадобится. Если пойдёт воздух, то с одним лучником, я думаю, мы не справимся. Давайте мы сделаем вот так вот. Так, этих немножко назад. Да убейте вы вот этого вот гномика. Так. Ну, я думаю, что там у нас нормально всё будет. Там мы справимся. Ну, пока что, пока что вроде бы как бы неплохо. Давайте мы, знаете, ещё что сделаем? Мага поставим. Редко мы его используем. Но я думаю, сегодня именно тот день, когда магическая сила нам даст преимущество. Вот, кстати, и летуны на подходе. Давайте ещё раз кручь магдак. Ох, ушёл. Ушёл, сволочь. Так. И мы можем что-нибудь, что-нибудь улучшить. Или ещё одну башню поставить. Что ж мы с вами сделаем? Давайте ещё одного мага. Прямо вот так вот у нас сегодня всё будет качественно. Надеюсь. Так, ну что-то мне это уже не нравится. А если так? Отлично. Прямо шикарно. Ну и начнём потихонечку мы, наверное, прокачивать. Давайте начнём с самых низов. Ну что, куда? Ну вот такое разделение ещё пойдёт. Так, в принципе, ещё жить можно. Тёмных рыцарей, кстати, у нас только по два с барака. А обычных наших орков по три. Нам же здесь больше волнует именно количество. Потому что качество мы со временем поднять можем. А вот количество, к сожалению, увы, ях. Так, давайте наших стрелков чутка. Кто у нас? Ну у нас пока только одни роботы идут. Ничего интересного мы пока не наблюдаем. Опа, гном, смотрите, свалил с трона. Пошёл и скупнулся. Ох, красавчик. Игра не даётся заскучать вообще никак. Что-то там ещё трендит. Назови свою цену. Да я тебя побью в любом случае. Так, это у нас у нас пытается роботов восстанавливать. Давайте, забейте, забейте инженера. Отлично. Давайте, следующих. Так, 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 так. Мага, никого не можем улучшить. А, вот здесь вот мы можем. Вот, тёмных рыцарей чутка прокачаем. Ух ты ж. Чуть-чуть избавились. И берём лук. Луки, луки, луки. Так, ну этот быстро должен сдохнуть. Да. А здесь у нас уже, уже, уже как-то есть вопросики. Вот так вот попробуем его травануть, слегонца. Но это не сильно нам помогло. Ладно, чертяк вызовем. Хоть немножко, да, задержит, пока у нас перезаряжается наша молния. Вот, теперь вот уже говнецом начинает подпахивать. Хотя, нет, смотрите, тёмные рыцари всё-таки зарешали. Зарешали, зарешали. А вот на второго, не пожалея молнию. Отличненько. О, всё, шахтёры поползли, поползли шахтёры. Ну, маги, в принципе, дамаг такой отвешивают неплохой. Учитывая, что они, в принципе-то, ещё и на первом уровне прокачки. Опа, опа, смотрите. А так. Ну, вот шахтёр, а. Падло настоящее. Опять зарылся. Так, ну, одного задержали, второго опять с помощью чертей. Так, давайте мы, наверное, мага попробуем качнуть. Вот этого он сразу на всех будет лупить. Ух ты ж, какой большой дядя. Вот так вот тебе. Так, дядя-то, походу, похуист. Хм, тут ещё инженерия. Давайте задержим хоть одного инженера. О, да-да-да, отлично, на инженера напал. Так, у нас пошло подкрепление. Жалко, что только не к нашей стороне. Проигрывать вот вообще ни разу не хочется. Давай, мочегада. Отлично. Отлично, отлично. А где монетки? Монетки, хочу 210 монеток. Во, шикарно. Сейчас мы всех порвём, всех накажем. Хорошая битва. Хочешь пиво? Да. От пива Андрея я бы не отказался сейчас. Так, 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 так. Что, что, что? Кого? Луки у нас уже качнутые. Здесь уже так. О, вот здесь вот, наверное, тогда. Или здесь. Есть у меня почему-то подозрение, что вот я вкачиваю вот левую сторону, а правая меня потом жёстко подставит. Ну, будем посмотреть, что они всё идут и идут и идут. Ну, здесь у нас неплохо отработает садник на ракете. Есть у меня такое подозрение. Да, 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 да. Он у нас по толпе лупит. Будь здоров. О, что-то их многовастенько. А у нас только три тёмных рыцаря, напомню. Подкрепление. Черти, черти, ловите. Отлично. Вроде чертики пока что решают. Оп, ещё одни. Так, а здесь-то у нас что за B2 происходит? Давайте будем помогать вот так вот хотя бы. Зря я поторопился, поторопился вызывать подмогу. Так, улучшаем луков. Ох, вот здесь-то у нас что происходит? Там ещё двое идут. Ох, 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 ох. Ну, один практически не дошёл. Давай, бомбо-ниво. 310 копеек. 200 коп. Оп, есть контакт. Опять шахтёры. Ой-ой-ой, давайте-ка мы вот здесь вот, наверное, траванём немного ребятушек-то. Так, один шахтёр успел зарыться. Сейчас мы его откопаем. Ну, давайте, 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 добивайте, добивайте. Маги 250, здесь 260. О, 170 луки. 170 луки. 230, 220. Хм, кого же, кого же? Кого, кого, только одного. Так, давайте, давайте, давайте. Блин, ребят, 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 не знаю, не знаю, не знаю. Так. Давайте мы всё-таки, наверное, лука возьмём. Нет, не лука, давайте мага. Раз уж мы пошли по магической схеме, то до конца её и будем сжечь. Выжигать просто напалмом. Дальше 300. Ну, неплохо это было. Лишь бы инженер... Опа, инженер, инженер, ребятушки. Инженера надо говношить, он же заново его поднимет. Стопори инженера. Есть. Инженер ушёл. Что-то здесь перебор, по-моему, по роботам. Ну-ка, давайте 300 копеек, хоть на мага посмотрим. Ух ты ж какой, что он умеет делать? Сбрасывает на дорогу инфернальную руну, вставшую на неё в родителя и 25% доспеха за 3 секунды. Крескающая лава бьёт сейсмическим волной, которая наносит до 105 единиц урона каждому врагу. Портал Ад возвращает группу из 4 врагов назад. Неплохо. Неплохо, господа. Вот это я, конечно, промазал жёстко. Хм, что ж мы из этого сделаем? Ну, давайте телепорт сначала прокачаем, пусть он обратно, если что, врагов возвращает в зад. Так, инфернальную руну пусть ещё кидать научится. Сейчас мы тут накачаем, но, правда, мы не успеем особо-то тут вкачать всех подряд. Маг, походу, единственный, кого мы сможем вкачать, потому что волны-то уже заканчиваются. Опа! Вот она, руна была. Симпатично смотрится, конечно. Так, и последняя, сейсмическая волна. Ну, шикарно, в принципе, ребят. Маг-то долбит, дай боже. Медленно, но уверенно. Ну, смотрите, он у этих великанов раскладывает, геомантов. Неплохо, так скажу я вам. Давайте здесь землю подкачаем. Чтоб никто не додумался пройти. Луки с воздухом у нас тоже пока что справляются. Претензий нет. 260 копушек нам надо. Ох, вот здесь вот хорошо так ударю. Сейчас денег струбим по-быренькам. Оп, оп, оп. Отлично. Ух, какие дяди, что умеют. Брутальный удар. Темный рыцарь получает 2% шанс убить врага при каждом ударе. Доспехи с шипами темный рыцарь отражают 15 единиц урона. Непроницаемый темный рыцарь мог выдержать до 3 ударов врага, не получив урон. Блин, да неплохо. Они так-то танки. Весьма себе такие неплохие. Так, вот здесь вот у нас началось, да? Давайте тебя. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж тут происходит-то? Вот это я, видимо, поспешил чутка. Вовремя у нас молния перезарядилась. Так, немного луков прокачали. Следующие 370 копеек на всадника на ракете. Надо по-любому брать. Он у нас единственный, кто на толпу. Во! Вот это да! Минное поле бросает на дорогу мины. Нитро ускорение выстреливает мотоцикл с нитроускорителем, который носит единицу урона врагу. И дефектные двигатели выстреливают неисправный байк, который взрывается в воздухе. Блин, круто, 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 круто. Сейчас мы что-нибудь берем. Так, ну здесь, я думаю, мы в принципе справимся. 250 и 300. Дорого, конечно. Дорого, богато. А здесь у нас воронье гнездо. И так. Уменьшение брони. Хм. Давайте воронье гнездо сделаем. Что, один, второй. У нас здесь, я думаю, что еще гном должен быть боссом. Вот я с чего переживаю, так это именно гнома. Боюсь, прям побаиваюсь. Так, 300 копеек нам надо на минное поле. Опа, инженеры, инженеры, ребятушки. Их надо вымораживать. Отлично. Убейте 13 инженеров. Ха-ха. Неплохо, неплохо. Ну, что, кто следующий? Кто следующий? Давайте. Здесь придется сделать вот так вот, потому что инженеры могут поднять их обоих. Опа, там еще три инженера. Ёп. Это тоже печальненько так-то. Так, первый инженер ушел, второй ушел. Один все-таки инженер остался, но ненадолго. Давай, кого кем? Инженером займитесь. Инженера берите. Главное вовремя рубануть инженера. Остальное все по боку. Ну, что, все? Ох ты, болгур, золотой король. Вот о чем и речь. Смотрите, он с розетки встал. Видели, трон это розетка. Ништяк. Сука, обожаю эту игру. Так, инженеры по-любому его хилять будут. Ох, ох, ох. Да что ж ты творишь-то такое, мальчик наш? Что-то он вообще какой-то бешеный. Прямо мне это не нравится. Ой, как мне это не нравится. Всех-всех-всех быстрей-быстрей-быстрей. Так, ребята, на эту сторону. На эту сторону. Давайте-давайте-давайте. Всех призываем. Сейчас он упадет. Падай, сволочь. Есть. Шикарно. И все остальные упали. Фух. Вот это да. Жадные слезняки. Не будем это читать. Ну что, ребят, следующий этап. Следующий герой. Новый персонаж. И новая башня. Давайте ознакомимся. Олах. У нас это маг. Защиты у него как таковой нет. Но по идее он должен неплохо лупить. Ох, какая карта. Прям жесть. Так, что мы берем? Расчетить завал. 80 копеек. Ну блин. Так. Попробуем тогда, наверное, так, да? Новая башня. Вот она. Плавильная печь. Огромная печь, от которой идет невыносимый жар. Она оглушает и наносит урон. В принципе, надо попробовать, что это такое. Должно быть весьма и весьма неплохо. Новые враги. Северный дикарь. Средний урон. Так, а здесь у нас что? Печать изоляции. Возвращает группу врагов назад. Неплохо. Неплохо. Так, давай тебя назад. Пока ты не сдох. Ох, тоже смотрите. Неплохо он создает свои копии. Вот печь. Хм, ну она на толпу тоже должна неплохо реагировать. Луки. Так, здесь расчистить завал еще 80 копеек. Но чувствую, этот уровень мы сольем, честно говоря, господа. Есть у меня такая некая подозреница. Чертей немножко прокачали. Теперь они кидаются огненными трезубцами. Так, ну, наверное, вот такой вот компашка из шести. О, вот же у нас еще что есть. Смотрите. Я не заметил. Тролль. Сильные воины, быстро залечивающие свои раны. И тролль-чемпион, могучий дикари, вооруженными чудовищными метательными топорами. Неплохо, неплохо. Но пока мы их брать не будем. Будем пробовать все-таки поднимать свои башни. Так сказать, свою недвижимость. Что он, снеговик? Ох, ништяк. Это же как из какого-то мультики. Мультики. Блин. Надо над речью поработать. Это что-то вообще совсем пипец тяжело становится. Так, что мы можем прокачать? Да ничего формального мы не можем. У нас нет денег. Вообще что-то адское у нас происходит. Давайте печь качнем. Я на самом деле верю в эти печи. Они должны быть весьма-весьма неплохи. В частности, то, что они оглушают. Но, блин, будем посмотреть. Северная охотница. Дальняя атака. Блин, хреново. А куда? 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 Почему? Наши-то где, ребятки? Давайте, давайте. Денег хочу. Блин, так так мы просырем. Давайте черти. О, смотрите, герои как закидывают, а? Прям вообще моментально закидали нашего персонажа. Что же нам тут надо в такого вкачать-то, блин? Даже не представляю. Лучников давайте попробуем. Нет, есть у меня подозрение, что надо было все-таки солдат побольше брать. Один барак на один вход. Этого мало. Так, сюда. Ох, их сейчас тоже положат. Вообще моментально просто. Ну, позадержали немножко уже хорошо. Так, ну здесь хорошо получилось. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Жизнь моя жестянка. Так, давайте, наверное, вас по чуть-чуть призовем. Воспользуемся услугами. Так, что только домом... А, денег не хватает пока что. Ну-ка, черти, покажите, где раки зимуют. Мне вот интересно, если его убьют, он возродится или мне придется опять на него 80 копеек тратить? О, неплохо, неплохо уже. И всё, предел 3. Ладно, допустим. То есть уже 5 солдат на выход, это уже неплохо. Так, ну теперь всё-таки займёмся ремонтом наших башен. Давайте качаем солдатиков. Ремонтом. Почему ремонтов? Прокачкой, прокачкой. Ну, убейте его. Сколько у них же? 234 здоровья. Да ладно. У моего героя меньше. Кстати, куда мой герой-то пошёл? Ну-ка, вернись. А то сейчас отгребёшь по полной. Так, плавильная печь. Дальше сколько? 240. Возьмём. Что луки у нас уже чуть-чуть прокачанная. Блин, ну кнопочки ускорения времени здесь явно не хватает. Я бы чуть-чуть бы промотал. Спешить нам сейчас, блин. Очкую я, спешить-то. Давайте чертей вызовём. Ну, теперь можно... Ух ты ж. Ледяной волк замораживает врагов высокая скорость. Ух. Ну, раз он замораживает, то мы печкой будем растапливать. Ух, неплохо. А сколько она лупит? 25-31. Хм. Маги посильнее будут. Но опять же печь лупит по площади. И слегка-слегка притупливает врага. Так. Наблюдаем за ситуацией. Ситуация пока что позитивная для нас. Давайте воспользуемся моментом. Качнём луков. Потому что есть у меня подозрение, что если пойдёт воздух, то мы его не вывезем. Так. Сюда чертей. Сколько у нас печи? 300. 240. Хм. Либо одну взять мощную, либо приподнять чутка вторую. А сильно атака будет отличаться? Блин. Вот так-то сильно. В два раза. Так. Давайте всё-таки пойдём по максимуму на одной печке. Посмотрим, на что она способна. Ух. Вот эта печь так печь. Что ты умеешь делать? Горячий красный уголь бросает 300 штук и горячих углей, которые горят. И наносят 50 единиц урона. Изнурительная жара. Ближайшие башни получают плюс 15 к урону. Блин. Не дотягивает ни до одной горячей топлива. Печь наполняет молочным топливом, который ускоряет её таку на 10 секунд. Надо было вот эту брать. Хотя она тоже особо-то не достаёт, честно говоря, до других башен. Но она как буст работает. Не достанет. Не достанет, видимо. Нет, не достанет. Блин. Жаль. Жаль. Но на будущее я хотя бы буду знать. Так, следующий у нас на прокачку идут луки. Так, не, лучше солдаты. Давайте солдатах лучше возьмём. Этих больше нельзя призвать. Обидно, досадно. Ну ладно. Не, он неплохо печка рубашит. 41,50 в принципе нормально. Ещё и задерживает так тоже неплохо. Прям вообще радует. Так, солдатики, солдатики, давайте вас. О, новая волна уже готова. Блин, а мы ещё не готовы. Хотя тут только гномы остались. Ладно, давайте. Хотя стоило ли оно ради этих 13 копеек? Сейчас поглядим. Что-то у нас уже 260. Это, видимо, последняя фаза. И 250 на лучниках тоже последняя. Так, давайте лучников. Шикарно. Блин, что-то здесь как-то слишком много. О, не зря мы луков качали, ребят. Воздух, воздух пошёл. Синяя виверна. Летает. Ну, хорошо. Посмотрим, насколько эта тварь живучая. Три выстрела. В принципе, неплохо. Можно с этим жить. Давайте ещё ворона, наверное, отправим туда на подмогу. Да, он не наносит много урона, но тем не менее. Он даёт свой, так сказать, взнос, вклад в уничтожение противника. Ух, там у нас герой-то что творит? Кого мы сейчас будем брать? Хм. Мы, наверное, ещё одну печку качнём. Ой-ой-ой, это что такое? Ну-ка, черти, выручайте. У нас один лук не справляется. Печку берём. Дальше у нас идут рыцари. И, в принципе, всё. После этого уже можно будет прокачивать умения. Опять воздух. Опять воздух, ребят. Так, что мы можем здесь взять? Клинок гибели. Не, не будем. Клинок гибели мы не будем брать. Лучше всё-таки солдатами займёмся. А ну, выходи, барышня, дунь в трубку, чтобы все офигели. Так, всё отлично, это последняя стадия. Ой, и там воздух пошёл, и здесь воздух, и там воздух. Воздух блинский. Так, куда... А, ну здесь у нас нормально. Тут потому что у нас, кто они? Тролли-наёмники. Они топорами умеют кидаться, при том весьма неплохо. Хорошо идём. Так, что у нас печь может сделать? А, точно, башню ускоря... А, это нет. Вот это она башню ускоряет, да? Эх, не задевает всё-таки ни одну из наших башен. Я-то всё-таки понадеялся. Ну, ладно. Опять же, на будущее будем знать, что 200 копеек можно сэкономить. Тут, в принципе, на карте-то её ставить особо некуда. Так, чтобы она зацепляла прям что-то, прям вах, хорошо так. Вот эта птичка-ворон, и то будет полезней. Отлично. Так, давайте проклятые стрелы возьмём. А, ну, так, а где мы ещё... А, вот здесь вот. Так, мы займёмся нашими печами. Здесь 140 угольки будем раскидывать. Что-то народу набежало-то. Здесь, ой-ой-ой, куда, куда, куда. Вот ещё один. Ну-ну-ну. Ска. Ну, как мы выяснили по прошлым неудачам. Двоих мы можем пропустить. Так. Черти. Не затащили, черти. Или затащили? Затащили! Красавцы вы мои. Так, чё, не знаю. Воронье гнездо улучшать, не улучшать воронье гнездо. Давайте качнём. Там не сильно много урона добавится, но всё равно эти четыре единицы урона они могут затащить. Ох, вот это жара! Вот это жара! Ну, вроде, кстати, неплохо так исправляемся, скажу я вам, ребятки. Жалко, что всё-таки наши печи по воздуху не бьют. Вот было бы прикольно, если бы они ещё воздух встанели. Так, там воздух, там воздух. Блин, ну давайте. Последних две волны. Проиграть-то мы, конечно, вряд ли проиграем, но вот пропустить больше, чем надо, мы, в принципе, можем. Так, что мы берём? Давай сюда, чтобы почаще делать. Каждые шесть секунд сокращают время восстановления. Удар в спину, клинок гибели. Это его убийство с одного удара. Опа! Так, заранее чертей поставим. Убейте 3000 врагов! Да ладно, мы уже столько надолбили. Прям, да мы вообще демоны, ребят. Так, первый лук у нас закончен на максимум. Всё, лучников не трогаем. Лучники у нас красавцы, лучники у нас молодцы. Дальше доменная печь. Ну, она же плавильная. Давай, давай, давай. Фактически большего уже напряга мы врагам создать не сможем. У нас вкачано всё. Разве что рыцарей можем сделать более живучими. Ну-ка, черти, черти. Есть. Давайте, что у нас здесь есть? Получает 2% сейчас убить. О, вот это. Так, 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 так. Ну, в принципе, на что денег хватит, то и прокачаем. Здесь особо-то нам это уже не поможет, потому что нам больше опаски вызывают враги именно воздушного типа. наземные-то нас уже не так пугают. Отличненько. Пока что отбиваемся. Я вот прям сижу и переживаю, на самом деле. Не умею я спокойно реагировать. Особенно, когда последняя волна ядрён батон. Опять пошёл воздух. Давайте черти сюда сразу ставим. Не будем испытывать судьбу. Ой-ой-ой-ой, там-то что творится. А там что творится? Ё-о-о-о! Вот это нормальный просер, скажу я вам, ребятки. Загляделся, загляделся. Пока думал, что в башне скачать, тут такой коллапс произошёл. Давай, 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 наказывай, наказывай, наказывай! Кстати, а все равно Три звезды получим Мы только двоих пропустили Ну что, ребятки, с чем я вас и поздравляю Очередной этап пройден Всем большое спасибо, что посмотрели Подписываемся на канал Жду вас в комментариях Всем хорошего настроения и пока